Футбольный клуб Луч Энергия встречался с Новосибирской Сибирью. Будучи в гостях, желто-синие с самого начала матча ринулись атаковать. Правда, извлечь выгоду от территориального преимущества команде не удалось. Тигры отметились лишь парой острых моментов. На перерыв футболисты ушли ни с чем. Во втором тайме обе команды добавили в атаке, однако череда ударов по воротам шла на нет. Вратари отрабатывали на отлично. Матч в итоге так и закончился при нулевой ничьей. Луч Энергия пока держится на 11-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч приморцы проведут у себя дома, где 5 ноября сыграют с Краснодарской Кубанию. Спартак Приморья на выезде встречался с Новосибирском. Последний раз наши баскетболисты обыгрывали сибиряков на их площадке в мае 2014-го. В этом же матче надежда на победу появилась с первых минут. Спартак с хорошим процентом попадал трешки, а вскоре добился двухзначного отставания. Во второй четверти сибиряки отыгрались, однако в третьем игровом отрезке в болото сели и те, и другие. Безрезультативные минуты прервались только в последнем периоде. Ближе к финальному свистку спартаковцы набрали очередной отрыв, почти в дюжину очков, и довели игру до победы. Итоговый счет 73-81 в пользу Спартака Приморья. Следующий матч наша команда проведет во Владивостоке. 7 ноября красно-белые встретятся с Уралом. Приморский кикбоксер Александр Захаров стал чемпионом Европы. Прославленный боец из Уссурийска завершил свое участие в европейском чемпионате, который проходил в Словении. Захаров выступал в весовой категории до 75 килограммов в разделе «Фулл контакт» с лоу-киком. На пути к золоту чемпионата Европы Захаров одержал победы в четырех поединках. В финале приморцу противостоял болгарин Атанас Бажилов. Александр уверенно завершил финальную схватку со счетом 3-0. Напомню, в ноябре 2015 года наш спортсмен также завоевал золото на чемпионате мира, а в этом году стал и чемпионом России. Чемпионат города по женскому самбо состоялся в приморской столице. На ковре краевого дома физкультуры встретились порядка 60 спортсменок из Владивостока, Уссурийска, Артема и других населенных пунктов Приморья. Честь нашего города отстаивали амазонки. Воспитанницы знаменитой школы единоборств, правда, вышли на соревнования не в полном составе. Сейчас у нас в это время будем надеяться, что там наши девочки, шесть человек, выехало туда. Посмотрим, как они, конечно, выступят. А эти соревнования именно с отбором. Отбор на городском чемпионате шел на турнир Дальнего Востока и Сибири, который пройдет в декабре. На эти серьезные соревнования отправятся только лучшие самбистки края. Максим Яковлев, Новости спорта на 8.